Льготный проезд для школьников или кто из перевозчиков решил вести проездные. Об этом и о том, как реализуется нововведение в сфере пассажироперевозок, рассказали в профильном управлении городского совета. Решение о льготном проезде приняли, ДОП-соглашение подписали, а порядок предоставления льготы не указали, сетуют недовольные жители. Неделю назад в автобусах ОДО «Автопарк» разместили объявление. Теперь на их маршрутах будут действовать месячные проездные в расчете на 40 поездок школьника. Приобретать их можно с середины сентября, а действовать они начнут с 1 октября. Так, на маршруте номер 87 проездной обойдется почти в 100 гривен. На маршрутах номер 55 и номер 92 дороже в связи с их большим километражем. Каждое предприятие выбирает способ, которым ему удобнее данную льготу предоставлять. Предприятию «Автопарк» более удобным способом является предоставление с помощью проездных билетов. В социальных сетях уже посыпались негативные комментарии жителей, мол, полная стоимость популярного маршрута номер 55 – 750 с бабурки в город, но многие ученики пользуются им, совершая поездку только в Хартицком районе или по центру города. В таком случае цена вопроса – 4 гривны. Тогда при покупке проездного за 150 гривен скидка составит всего 25 копеек. Директор автопарка прокомментировал одному из интернет-изданий скандал вокруг проездных. Так как порядок предоставления скидки не установлен и все ложится на плечи перевозчиков, на предприятии решили везти проездные и в течение месяца будут мониторить ситуацию, пользуются ли они спросом. Между тем, по словам Андрея Голубкова, если школьник не будет ездить каждый день на маршрутах номер 55, 92 и 87, во время поездки он свободно может оплатить сумму разовой скидки без предоставления проездного. Важно наличие ученичества, так как во многих школах они не предусмотрены, в планах сделать единый образец подтверждающего документа. Мы прорабатываем этот вопрос сейчас с отделом образования, чтобы для всех школьников города, их порядка 63 тысяч, сделать справку единой формы, для того, чтобы они могли, ну это централизованно сделано, для всех детей, которые учатся в школах, справку единого образца для предъявления автобуса. Пока же многие водители отказывают школьникам в праве льготной перевозки, даже при наличии ученического билета. В настоящий момент я бы, ну порядка 50 жалоб поступило. Мы их рассматриваем, хотелось бы сразу попросить людей указывать номер маршрута и номер транспортного средства, в котором произошло данное нарушение. С жалобами можно обращаться на горячую линию управления транспорта с 8 до 13.00, телефон 787-5089 по номеру 1580, раздел по вопросам транспорта, либо записываться на прием к начальнику управления транспорта.